добрый день уважаемые друзья все кто из вас хоть раз был евпатории наверняка замечали когда проезжали вот этот памятник это братская могила евпаторийского десанта вот о нем я и хочу сегодня рассказать и мой рассказ будет краткий и он основан на воспоминаниях тех немногих оставшихся живых участников этого десанта я расскажу вкратце а полностью все эти воспоминания можно почитать у меня в группе вконтакте ссылочка в описании и в первом закрепленном комментарии началось все еще в начале декабря 41 года начало декабря зима 41 год сюда в евпаторию под покровом ночи проникает два наших катера и немцы были просто ошарашены такой наглостью они не ожидали что будет такое нападение и наши моряки воспользовались этой суматохой и изъяли такие документы важные карты секретные освободили из плена более ста наших человек и взяли в плен 12 немецких офицеров а потом еще сожгли пассажирскую пристань к которой причаливали а вот эти железяки что вы видите это настоящие осколки с тех времен эхо войны в общем это была такая себе разведка боем которая показала в нашему командованию что евпатории немцев мало и можно начать освобождение крыма с евпатории в то же время был еще и десант керчи но о нем как-нибудь другой раз сегодня про и поторийский десант рассказываю его спустя месяц в евпаторию собирается новый десант задача занять побережье продержаться несколько часов до прихода главных сил потом захватить город и начать наступление на симферополь и в успехе никто из командиров не сомневался потому что предыдущий десант свою задачу отработал отлично и вот планируется новый десант вот этот самый евпаторийский десант память на котором вы только что видели задача такая занять побережье продержаться несколько часов до прихода главных сил потом захватить город и начать наступление на симферополь и в успехе никто из командиров не сомневался потому как предыдущий десант свою задачу отработал на отлично высадку планировали в ночь на 3 января но помешал шторм можно сказать так что этот шторм подарил нашим десантникам еще два дня жизни но шторм не утихал ни четвертого ни пятого и вот в ночь на 5 января сюда приходит тральщик называется взрыватель 7 катеров охотников и морской буксир сп-14 на их борту 740 наших бравых ребят и возглавляет наш десант николай буслаев но оказалось что после предыдущего лихого налета немцы поняли свои ошибки и заминировали про побережье они просвечивали его прожекторами подоставили везде пулеметные и минометные точки подтянули ствольную артиллерию берегу и получается так что наши ребята попали в засаду и я не случайно пришел вот именно сюда чтобы об этом рассказать напрягите всю вашу фантазию представьте себе что это не лето это зима это ночь а в тот день была минусовая температура по-моему пять градусов мороза если верить источникам минус пять при пронизывающем холодном ветре с моря и море само холодное не больше восьми градусов тепла море представьте себе ветер море холодное подходят наши корабли к берегу шторм и болтает там подойти близко не могут и наши солдаты были вынуждены выпрыгивать в ледяную воду во всем обмундировании с оружием а в это время на по ним поливать из пулеметов из миномета это было мужество на грани героизма я вам так скажу вот представьте себе вот такую картинку нет не такую ну представьте себе что холод море холодный ветер холодный по тебе стреляют а нужно идти вперед а там мины а ты их не видишь и были потери больше 50 человек погибло вот при этой высадке погиб и сам николай буслаев который командовал этим десантом на его место стал другой офицер по фамилии бойко погибает тральщик этот взрыватель немцы по нём пуляли как только могли он пока он не сел на мере и предлагали нашим ребятам там сдаться но наши отказались и несмотря на трехметровые волны на потери нашим ребятам таки удается закрепиться на берегу там они разделяются на группы и начинается постепенное освобождение города разгромили здание гестапо разгромили немецкий штаб освободили из лагеря военнопленных всех наших советских военнопленных в итоге десяти утра евпатория была освобождена а теперь представьте картинку выбегают мирные жители на улице женщины дети старики они видят наших бойцов они их обнимают и целуют а еще вместе с десантом был высажен сюда глава довоенный глава города по фамилии цыпкин его конечно же тоже узнали радость была какая а он еще газеты с собой привез свежие что где как чего происходит и говорит что севастополь держится и победа будет за нами в общем праздник освобождение началось ну понимаете да но немцы таки успели вызвать подмогу и манштейн был просто в бешенстве он так и сказал если русские захватят евпаторию то наша осада севастополя повиснет на волоске и отправил сюда в евпаторию целую армию она многократно превосходила по живой силе и техники наших ребят и все равно еще три дня три дня наши десантники доблестно за каждый дом сражались удерживали эту пристань там была еще товарная пристань туда должны были подойти основные наши силы а что же наши основные силы подошли ли они до подошли но шторм еще больше разыгрался волны уже были пятиметровые мало того еще и немцы стали их обстреливать с берега с пушек с танков не смогли подойти в ночь на 6 января они таки пришли наши там эсминец стральщик пришел четыре катера не смогли подойти ушли севастополь обратно на второй день опять пришли нет не подойти шторм сильный шторм и шквальный огонь противника с берега не получилось удалось высадить две разведгруппы узнать что с нашим десантом и скажу так что командир 2 группы сообщил что десант разбит а мы не хотим сдаваться в плен прощайте когда все закончилось еще три дня по всему городу лежали тела наших героев и фашисты три дня запрещали под страхом смертной казни собирать и хоронить наших ребят и за помощь десанту немцы здесь тогда расстреляли несколько тысяч мирных жителей в первые же дни был выкопан ров их подводили по 20-30 человек становили на колени и расстреливали и из тех расстрелянных осталось три человека в живых вот они об этом и рассказали потом впоследствии был расстрелян почти каждый третий почти каждый третий жителей по туре был расстрелян за то что не в той или иной мере помогали советской армии партизанам вот этим десантникам причем жертв было бы меньше если бы в колонну к мужьям не вставали бы их жены которые вместе с ними шли на казнь мальчишку там заметили пацан который также с десантниками взял ружье отцовское и стрелял фашистов был ранен глаз но он все равно добровольно встал в общую колонну и и был расстрелян и вот этой всей истории в евпатории посвящен мемориальный комплекс называется красная горка я недавно его показывал так вскользь а в прошлом видео рассказывал подробно вот он посвящен вот этим расстрелом мирных жителей потом все-таки просчитали а если бы все-таки подмога подоспела в время что тогда было нет слишком много гитлеровцев тогда пришло в евпаторию слишком много техники немецкой согнали в евпаторию и вряд ли бы у наших десантников что-то бы получилось по интернет по интернету гуляют такие версии дескать этот десант был направлен на то чтобы своими действиями отвлечь от других каких-то боевых операций чтобы там началось освобождение а сюда как можно больше ушло немецких войск ну не знаю я основываюсь на рассказах очевидцев на рассказах тех кто выжил в той борьбе в общем о таких вещах забывать нельзя у меня на этом все большое спасибо за внимание до свидания а